Продолжение следует... ...посвящая свои вебинары решению задачи, примеру решения задачи. Ну вот в Якишеве тоже очень много примеров решения за лично каждую тему. И если у вас есть Якишев, то вы там можете тоже... Я постаралась, все примеры написала я, я постаралась более подробно их разобрать. Ну конечно, сегодня у нас будет очень много примеров. И начинаем мы стандартно с теории, краткой теории, хотя многие недовольны тем, что я излагаю теорию на физика, без теории мертва. Есть такие, особенно вот эта тема, разность потенциалов, потенциалы, тема связанная с полем. Это достаточно сложная тема, потому что поле – это достаточно абстрактное понятие, которому наш вели Фарадей пытался передать наглядную... Некую наглядность. И так вот одна из таких сложных тем, разность потенциалов от потенциалов, я имею в виду сложная, для понимания наших любимых детей. Что я хотела сказать по поводу вот этой темы. Вы знаете, вот я всегда параллельно рассказываю вот эту вот работу в электростатическом поле, эту тему, и параллельно мы вспоминаем работу в однородном поле силы тяжести. Мы говорим о том, что есть общая теория поля, и поля, электростатическое поле и поле силы тяжести обладают одним очень важным свойствам. Это так называемые потенциальные поля. И вот мы выводим работу электростатической силы по перемещению заряда, и параллельно адресуемся к выводу работы в поле силы, в однородном поле силы тяжести. Здесь поле однородное, там поле однородное, и то и другое поле можно изобразить с параллельными силовыми линиями, расположенными на равном расстоянии друг от друга. И вот мы рассматриваем траекторию перемещения 1, траекторию перемещения 2. Что-то мне не хватает. Траекторию 1, 2, 3 мы показываем, что работа будет одинакова по перемещению заряда из точки 1 в точку 2. Вот она, и дальше что-то. А вот она хватает. Я нажимаю, да? Да, нажимаю. Так, ну это самый обычный вывод, вы его делаете тоже с детьми, так что всё нормально. Ну и теперь неоднородное поле. Вот это вот, конечно, потрясающее такое природное явление, что выражение для кулоновской силы и для силы тяготения одинаковое. То есть это сила обратно к квадрату расстояния между телами. И очевидно, когда мы говорили о поле силы тяготения, мы выводили эту работу, и вот мы выводим работу также электростатической силой, и она будет выглядеть вот таким образом. Но надо тут сказать, может быть, детям, что вообще вот силы, которые зависят от расстояния, они, как правило, консервативные. И поэтому вот такие силы, как силы упругости, силы тяготения, электростатическая сила, эти силы, которые зависят от расстояния, поэтому мы имеем дело с потенциальными полями. И мы тоже говорим о том, что работа по разному виду траекторий будет совершенно одинакова. Вот тут тоже три траектории, один, два, три, и мы это можем доказать, как мы это делали, когда рассматривали работу силы тяготения. Теперь, собственно говоря, потенциал. Сначала мы вводим понятие, как обычно, разности потенциалов. Разность потенциалов определяется работой по перемещению заряда из одной точки поля в другую, делённой на величину этого заряда. Замечательно. Но иногда мы говорим о распределении потенциала по пространству. Но мы всё равно имеем в виду вторую точку. Аналогично тому, как мы не можем сказать, чему равна потенциальная энергия, например, кандаша, положенного на стол. Относительно поверхности стола потенциальной энергии его будет равна нулю, относительно пола она будет равна МЖЖ. Также и тут, когда мы говорим о потенциале, мы всегда имеем в виду вторую точку. Но в большинстве случаев это будет бесконечно удалённая точка, где нет уже взаимодействия. То есть, где мы считаем, соответственно, потенциал этой точки равен нулю. Как обычно, у нас работа консивративной силы равна минус изменения потенциальной энергии. Мы выводим вот это выражение Q0 на F1 минус F бесконечность. Это будет минус изменения потенциальной энергии. И получаем Q0 на F1 равняется потенциальной энергии. И в этом планете потенциала, но опять же, я говорю, мы всегда имеем в виду вторую точку. Потенциал это потенциальная энергия, которая обладает заряд, помещенный в данную точку поля, отделённый на величину этого заряда. Единицей потенциала является Вольт, естественно, Джоу и Накулон. Так как электростатическая сила является консивративной силой, то суммарная энергия в поле этой силы сохраняется. И мы можем написать, что W потенциальная плюс W кинетическая равняется констанции. При этом мы с вами говорим, что не обязательно потенциальная энергия только в поле электростатической силы. Может вмешаться и другая консервативная сила. Но дело всё в том, что суммарная энергия, выполняется закон сохранения энергии, суммарная энергия равна постоянной величине. Очевидно совершенно, что вот здесь, вот я привела пример, заряд Q0 удаляется от заряда Q. Кунновская сила совершает, или электростатическая сила совершает положительную работу. Потенциальная энергия системы уменьшается. Здесь мы видим, что отрицательный заряд удаляется от заряда, вернее, отрицательного заряда. Положительный заряд удаляется от заряда Q0. Электростатическая сила совершает отрицательную работу, положительную работу совершает внешняя сила. Потенциальная энергия системы увеличивается. Это и можно понять. Потому что чем дальше будет этот заряд, тем больше он может приобрести скорость, приближаясь к заряду минус Q0. Мы с вами говорили о великой идее Фарадея, изображение полей силовыми линиями. Мы нужно изображать силовыми линиями, можно изображать поля и эквипотенциальными поверхностями. Эквипотенциальная поверхность, как мы знаем, это геометрическое место точек равного потенциала. Но здесь, понимаете, если мы говорим о силовой линии, то, как правило, мы говорим о поверхности. Но мы на плоском листе не можем изобразить, например, сферическую поверхность. Поэтому мы говорим о том, что эквипотенциальные поверхности мы изображаем, как бы пересекая вот эту сферу. Потому что, например, естественные эквипотенциальные поверхности, поле, созданного точным зарядом, будут сферические поверхности. И очевидно совершенно, вот мы тут изображаем одну эквипотенциальную линию. Вот я хочу обратить ваше внимание, я вот вам искала всякие картиночки в интернете, была просто удивлена. Вот мы с вами чертим эти эквипотенциальные поверхности на разных расстояниях. Почему? Потому что мы для выразительности, для того, чтобы эквипотенциальные поверхности тоже показывали величину поля, где сильнее, где слабее поле. Очевидно совершенно, мы их изображаем таким образом, что разность потенциалов между двумя соседними поверхностями будет все время оставаться одной и той же. Здесь напряженность поля больше. Разность потенциала определяется работой. Следовательно, у нас здесь будет расстояние между эквипотенциальными поверхностями таким. А предположим, разность потенциалов равна одному вольту. Но чтобы разность потенциалов между этими поверхностями была также равна одному вольту, в силу того, что напряженность поля здесь уменьшается, расстояние между этими эквипотенциальными поверхностями должно быть больше. А вот в интернете, на прочее, очень много картинок, когда расстояние эквипотенциальной поверхности равное. Это, конечно, картинка выглядит очень красиво, но очень неверно одновременно. Вот здесь мы изобразили эквипотенциальные линии. На самом деле это плоскости однородного электрического поля. Здесь расстояние между этими эквипотенциальными линиями будет одинаково, потому что будет одинаковая работа. Вот это вроде обычный теоретический вопрос, но мне кажется, что надо на это детям обращать, в общем-то, внимание. Силовые линии перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям. Ну, доказательство этому достаточно простое. Мы переносим зарядку с точки 1 и точку 2. Очевидно, когда мы переносим его по эквипотенциальной поверхности, работа будет равна 0, потому что φ1 равняется φ2. Но если мы посмотрим на эту работу с точки зрения электростатической усилий, действующей на заряд, ее работы, то у нас получается следующее выражение для работы. И у нас получается ку на е на тель тр на косинус альфа. Очевидно, все первые три саммостиля отлично от нуля. Нулю должен быть равен косинус альфа. Отсюда альфа равняется плюс-минус пи пополам. То есть, это потенциальная поверхность перпендикулярна силовым линиям поля. И вот я нашла такую выразительную картину. Очевидно, что поверхность проводника является эквипотенциальной поверхностью. И силовые линии, как мы уже говорили, в тот раз перпендикулярны этой поверхности. И вот у нас такая красивая картинка. Незаряженный сферический проводник вблизи точечного заряда. Очевидно, здесь индуцируется отрицательный заряд. И у нас получается, что силовые линии начинаются на положительном заряде и заканчиваются на отрицательном заряде. Но поверхность проводника будет перпендикулярна силовым линиям. То есть, у нас поверхность проводника является эквипотенциальной поверхностью. Принцип суперпозиции для потенциала – это роскошь по сравнению с принципом суперпозиции для напряженности. Потому что напряженность в сферическом поле – это вектор. И надо складывать векторы. А потенциалы, чтобы определить потенциал в данной точке поля, созданной несколькими источниками, это просто алгебраическая сумма. Естественно, алгебраическая сумма, на случай, проще, чем векторная сумма поля. Но принципы будут очень важны. И очень важно это нужно подчеркивать. Что такое принцип суперпозиции? Мало того, что это сумма потенциалов полей, созданных каждым источником в отдельности в данной точке поля. Мы еще всегда добавляем такую замечательную фразу, что потенциал поля отдельного источника и считается так, как будто других источников поля нет. И вот тут потенциал поля-типоля. Вот у нас будет плюс-ку и минус-ку. Вот будет суммарный потенциал. Вот я здесь нарисовала силовые линии, которые начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных зарядах. И вот такие очень интересные экозатенциальные поверхности. Очевидно совершенно, что плоскость, вот эта плоскость, х равная нулю, является экозатенциальной поверхностью нулевого потенциала. Для ответа на вопрос очень важно связать две характеристики поля, напряженность электрического поля и потенциала. Ну, очевидно совершенно, что если у меня есть две этой потенциальные поверхности, то работа по перенесению заряда не будет зависеть от траектории, а будет равна ку на афи 1 минус фи 2. Это будет минус ку на дельта фи. Почему, вот меня дети спрашивают, почему минус дельта фи? Потому что у меня положительный заряд переходит, положительная работа совершается тогда, когда положительный заряд идет из области более слабого поля с меньшим, с большим потенциалом, из более сильного поля в область с меньшим потенциалом. Поэтому это будет ку 1, фи 1 минус фи 2, а подозменение мы понимаем фи 2 минус фи 1, следовательно это будет минус ку на дельта фи. С другой стороны у нас ку равняется е на дельта с косинус альфа, равняется минус ку на дельта фи, а дельта с на косинус альфа, это будет равняться дельта, почему тут вообще дельта р, ну не важно, или дельта л. И отсюда получается зависимость напряженности электрического поля, определение напряженности электрического поля через потенциал. То есть если задано поле потенциала, скалярное поле, то есть каждой точке соответствует определенное значение потенциала, то по этому скалярному полю мы можем определить напряженность поля в каждой точке пространства. Это очень важно. Ну очевидно совершенно, что для однородного электрического поля это будет е равняется 1 минус ку на д, обычно разность потенциалов мы обозначаем через у, и получается такая формула, которую мы часто пользуемся при определении напряженности электрического поля, это будет у на д. Вот я хочу подчеркнуть тот факт, что силовые линии всегда направлены в сторону уменьшения потенциала. То есть если положительный заряд, то понятно, что так как у вас потенциал равен ку деленное на r, то у вас потенциал уменьшается. Если у вас отрицательный заряд, то очевидно тоже будет минус ку деленное на r. Но отрицательная величина естественно уменьшается при увеличении ее модуля. Поэтому опять же эти силовые линии направлены в сторону уменьшения потенциала. Ну это все такие известные. Ну теперь пример решения задачи. Сделаем такие простенькие замечания. Первое. Если поле создается заряженными проводниками, то необходимо учесть, что внутри проводника напряженность поля равна нулю, как мы говорили, а потенциал постоянен. И второе. Если проводник за землей, то потенциал проводника равен нулю. Заряд же может быть отличен от нуля. Потому что вот я спрашиваю детей, как вы считаете, если за землей проводник, они сразу бодро кричат, заряд равен нулю. Нет, заряд не равен нулю, а равен нулю потенциалу. Это сразу же мы с вами подчеркиваем и в этом убедимся при решении задачи. Вот сначала такая простенькая задачка. Это одинаковые одноименные точные заряды, расположенные в двух вершинах кромстороннего треугольника. Со стороны там один метр. А приличное значение напряженности и потенциала в третьей вершине А этого треугольника. Но опять же у нас выполняется принцип суверпозиции для напряженности и для потенциала. Потенциал будет одинаков и будет равен единице, деленное на 4 пиапсулу нулевое А. Напряженность электрического поля тоже будет одинакова, потому что одинаковые заряды, одинаковое расстояние. Но напряженность мы так просто не найдем. Поэтому мы складываем эти два вектора и получаем суммарную напряженность вот в таком виде. Это будет Е1 на косметр 30 градусов, так как это правильный треугольник, это равносторонний Е2 на косинус 30 градусов. Так как Е1 равно Е2, то это будет 2 Е1 на косинус 30 градусов. Тогда лишь считаем, получается такая напряженность. С потенциалом легче. Это просто будет 2 Ку, деленное на 4 пиапсулу нулевое А. И будет равен вот такой величины. Это совсем простая задача. Вот о задаче 2 я хочу поговорить. Это очень такая, какая-то хитрая задача. И вот даже я тут писала книгу, я редактор сейчас долго объяснял решение этой задачи. Задача такая. На расстоянии или 40 сантиметров от поверхности заряженного металлического шарика радиусом 10 сантиметров помечем точную зарядку 2. Определить потенциал шарика. Значит, опять же, согласно принципу суперпозиции, потенциал шарика будет определяться потенциалом самого шарика поля, потенциалом точечного заряда Ку-2 и потенциалом индуцированного заряда. Очевидно, если шарик, проводящий, поместить недалеко от точного заряда, то на нем возникает индуцированный заряд. Заряд шарика не влияет на эту ситуацию, все равно появляется индуцированный заряд. С одной стороны, будет отрезаемый индуцированный заряд, с другой положительный. Так как эта задача обладает центральной симметрией, расстояние до этих индуцированных зарядов одинаково, а суммарный индуцированный заряд по закону сохранения заряда равен нулю, то вот эта вот замечательная φ3 будет равно нулю. Теперь поле самого шарика будет равняться Ку-1 деленное на 4П, целом нулевой Р. И вот теперь самое интересное вот это чек. Мы говорим, что если у нас форма сферическая у проводника, то потенциал проводника будет определяться потенциалом той точки, куда попал центр сферы. Это доказывается. Но, конечно, это доказывается довольно сложно, и вам не нужно, особенно детям, это все говорить. Я вот, знаете, о чем мечтаю? Я хочу пронестись по всему курсу, а потом, если будет желание, решать сложные задачи. Вот какие-то тонкие такие вещи интересные. И, ну, это, конечно, не для основной школы, а для прожильных классов, а для физического курушка. Это будет очень интересно. А тут надо просто запомнить и сказать детям, чтобы они в силу центральной симметрии, в силу того, что есть только одна преимущественная точка, это центр сферы, потенциал будет равен вот этой величине. И у нас, получается, потенциал вот этой сферы будет равен 500 вольтам. Эти 500 вольт будут в любой точке сферы. Дальше такая задача. В центре металлической и сферической оболочкой с внутренним радиусом Р1 и внешним Р2 помечен заряд Ку. Определите напряженность и потенциал пуля как функция расстояния от центра сферы. Ну, для напряженности пуля тут все прозрачно. Очевидно, здесь Ку заряд, здесь вот индуцируется водной заряд Ку, здесь индуцируется отрицательный заряд, здесь будет положительный заряд, то есть распределение заряда. Очевидно, совершенно это распределение заряда даст тот эффект, что внутри проводника напряженность электрического поля равна нулю. Потому что, как мы уже говорили, напряженность поля в проводнике не может быть отлична от нуля. Потому что проводник характерен тем, что в нем есть свободные электрические заряды. И если напряженность хотя бы в одной точке равна нулю, то это сразу же приведет к перемещению свободных электрических зарядов. И это перемещение будет происходить до тех пор, пока напряженность поля внутри проводника не станет равной нулю. Следовательно, у нас напряженность электрического поля внутри этой проводящей оболочки будет равна нулю, а вне поля она будет такой, как будто никакой сферической оболочки нет. Это фактически поле точного заряда. Только единственное, эта проводящая оболочка съедает как бы часть электрического поля. То есть вот эти вот линии, зависимости будут точно такими же, как у точного заряда. Иное дело для потенциала. Ну я тут вам почитала этот потенциал, потому что он будет складываться. Давайте я вернусь. Он будет складываться. Из потенциала поле точного заряда, потенциала поля вот этой вот сферы радиусом r1 с зарядом минус q, и потенциалом сферы радиуса r2 с зарядом плюс q. И мы с вами согласно принципу суперпозиции, и, например, для внутренней части пишем, что это будет q деленное на r минус q деленное на r1, потому что внутри сферы потенциал будет одинаков, и минус q, плюс q деленное на r2. Теперь, вот смотрите, ну это понятно, вы посмотрите на эти, понятно, что будет при ра номер 1, понятно, что будет внутри оболочки, он будет, как вы видите, постоянен, как мы с вами и говорили. И вне оболочки он будет убывать, как q деленное на r. То есть он будет точно такой же, как потенциал поля, точного заряда, или проводящего сферического шарика, и так далее, и так далее. И вот смотрите, что у нас будет с графиком зависимости. И здесь действительно чистая гипербола, то есть точно такая же, как у точного заряда. Но вот здесь вот у нас уже не совпадает с графиком зависимости потенциала от расстояния для точного заряда. Почему не совпадает? Потому что внутри проводника, когда мы перемещаем, что такое потенциал? Это потенциал равен работе по перемещению заряда из данной точки поля в бесконечность. Следовательно, когда мы здесь вот будем перемещать заряд внутри от оболочки из данной точки поля на бесконечность, внутри оболочки работа будет равна нулю, и потенциал будет постоянен. И очевидно, здесь вот внутри, когда мы идем по точкам, приближаясь к точному заряду, уже потенциал будет меньше, чем потенциал поля точного заряда. Это существенное отличие от зависимости, напряженности от расстояния. И вот задача, которую я обещала. Проводящую сферу радиусом 20 см в окружении тонкой сферической оболочкой радиусом 40 см и таким-то зарядом. Определите заряд сферы после того, как ее заземлили, а также потенциал оболочки. Значит, мы можем сказать, что заряд этой прекрасной, потенциал этой сферы равен нулю. Из чего складывается потенциал? Из потенциала поля самой сферы и потенциала поля оболочки. Следовательно, мы пишем, что он будет равен нулю. Это будет ККХ делённое на 1 плюс ККУ делённое на 2. А теперь мы получаем заряд вот этой вот внутренней сферы. Видите, он будет, естественно, отрицательным. А потенциал оболочки складывается из потенциала поля этой оболочки и потенциала поля вот этой вот внутренней сферы, которая приобретает зарядку Х. И это вот мы складываем, у нас получается такое значение для потенциала. Вот задача, которая мне очень нравится. Я вообще люблю такой симбиоз. Там механики или электричество. Потому что действительно это интересно, так как мы не забываем механику, механик у нас везде. И вот такая задача моя любимая. Два одинаковых шарики, имеющие одинаковые одноменные заряды с серединопружинкой. Маленькие шарики, конечно. Жесткость которой 20 ньютон на метр. А длина в недоформированном состоянии 4 сантиметра. Шарики колеблются так, что расстояние между ними меняется от 3 до 6 сантиметров. Найдите заряд шариков. Вот здесь у нас уже суммарный потенциал в крайних потенциальной энергии в крайних положениях будет складываться из потенциальной энергии электростатического поля, то есть поля двух шариков и плюс потенциальной энергии деформированной полужинки. Во втором положении точно так же потенциальная энергия электростатического поля, то есть поля взаимодействия двух шариков электростатического и потенциальной энергии деформированной пружинки. И в том и другом состоянии генетическая энергия равна нулю, потому что шарики останавливаются. И мы так как обе силы консервативны, мы приравниваем эти выражения два и получаем выражение для заряда. У нас получается 1,4 на 10 на 7 кулона, вполне реальный заряд. Ну и я тут показала проверку наименования, кстати, меня многие пишут, обязательно делать проверку наименования? Ну, конечно, в привитивном случае не надо делать проверку наименования, меня всегда спрашивают. А естественно, вот в случае такой сложной формы, конечно, надо делать проверку, это очень здорово, у нас все получилось с кулону, все здорово. Такая задача тоже, задача, которую мы не можем решить, исходя только из одной характеристики электрического поля, а именно напряженности. Протос начальной скорости вону летит прямо на первоначально покоящееся ядро гелия. Какова скорость и частиц тот момент, когда расстояние не минимальное. Считается, масса ядра гелия равна учетверенной массе протона, что правильно практически. Итак, у меня протон начинает лететь к неподвижному ядру гелия, ранее неподвижному, но свободному, и когда он начинает лететь, то, конечно, ядро гелия начинает от него убегать, потому что это две одноименные заряженные частицы. И, естественно, скорость протона уменьшается, скорость ядра увеличивается, но скорость протона будет большей, чем скорость ядра, и наступит такой счастливый момент, когда скорости этих частиц будут одинаковы. Относительная скорость равна нулю. И в следующий момент времени они уже начинают нестись в разные стороны. То есть минимальное расстояние будет тогда, когда скорость у этих частиц равна. Следовательно, мы можем использовать закон сохранения импульса, так как у нас система замкнута предполагается ядрой протон. Вот мы ее записываем, м-протон на 0 равняется м-протона плюс м-ядра на у, их скорость. Это такая мгновенная скорость, потом они начинают расходиться, скорость меняется. И закон сохранения энергии, что кинетическая энергия протона будет равна кинетической энергии протона и ядра и плюс еще потенциальная энергия взаимодействия протона и ядра. Из первого выражения мы определяем у, подставляем сюда и находим вот это минимальное расстояние. Очень похоже на абсолютно неупругий удар, да? Но мы говорим, что это не абсолютно неупругий удар, это совсем другой тип взаимодействия, хотя формально вроде бы это здорово. Теперь такая задача. Два небольших проводящих заряженных шара радиус Р расположены на стане друг от друга. Шары поочередно на некоторое время заземляют, определите потенциал шара, который был заземлён первым. Первоначально каждый шар имел заряд Q. Вот эта задача тоже на заземление. Когда мы заземляем первый шарик, потенциал его становится равным нулю. То есть он забывает о том, что его заряд был когда-то Q, и он приобретает заряд Q' суммарное, согласно принципу суперпозиции Φ1 будет равен нулю, и мы определяем заряд первого шарика после заземления. Теперь мы заземляем второй шарик, потенциал его становится равным нулю, и меняется заряд второго шарика. очевидно, будет Q' на 4 P' нулевой L равняется Q2' на это расстояние. И у нас получается Q2' будет равно вот этой величине. Согласно принципу суперпозиции полей, у нас потенциал первого шарика будет равен потенциалу его, уже с новым зарядом Q' штрих, плюс потенциал поля, который создает второй шарик, тоже с остороженным зарядом на нем, в центре вот этого первого шарика. И у нас получается такое симпатичное выражение. Вот такая последняя задача на эту тему. Такая задача непростая. Задача такая. Сначала первая часть очень простая. И на одинаковых свереческих капель ртути заряжены на вы того же потенциала феноли. Каким будет потенциал большой капли, если все капли сольются в одну? Первый вопрос. И второй оцените при каких значениях заряда капель это может произойти. Мы напишем стандартное выражение для потенциала отдельной капли. Из этого мы можем определить Q0. Теперь мы согласно закону сохранения заряда, когда эти все капли сливаются в одну каплю, заряд будет равен N на Q0. Это будет вот это выражение. Потенциал большой капли будет равняться как уделенное на R. R мы с вами определяем из условия, что объем остается постоянный. Отсюда R будет равняться вот этой величине R R0 на корень кубический Z. И тогда у нас получается V равняется K вот этой величине. R0 к счастью сокращается, потому что R0 нам не дано. И у нас получается вот такое выражение. Это будет N в степени 2 третьих фенол. То есть потенциал большой капли будет меньше, чем потенциал всех отдельных капель. теперь второй вопрос. Оцените при каких значениях заряда в капель это может произойти. Почему не при любых значениях заряда может произойти? Потому что действует сила поверхностного натяжения, когда приближаются капли. И эти силы поверхностного натяжения стремятся к тому, чтобы потенциальная энергия обусловленная силами поверхностного натяжения была меньше. Поэтому естественно совершенно образуется большая капля, потому что потенциальная энергия, обусловленная силами поверхностного натяжения, будет уменьшаться, когда капли сливаются в одну. Теперь дальше у нас получается соответственно, если мы посмотрим на потенциальную энергию, обусловленную электростатическими силами, мы же φ должны умножить на n q0, потенциальная энергия, обусловленная электростатическими силами, она будет увеличиваться. Нулевая система стремится к минимуму потенциальной энергии, поэтому мы должны посмотреть, при каких зарядах изменение потенциальной энергии системы меньше нуля. И мы пишем выражение для изменения потенциальной энергии, обусловленной силами поверхностного движения, вот оно будет меньше нуля, и мы пишем выражение для изменения потенциальной энергии, обусловленной электростатическими силами, и это будет больше нуля. Мы Мы их складываем. Суммарное изменение должно быть меньше нуля. И вот из этого выражения мы определяем, каким может быть заряд маленьких капелек, чтобы они сумели слиться в одну каплю. Понимаете, конечно, это грубый расчет, но задача сама по себе роскошная. Конечно, эту задачу надо показывать или на кружках, или для профильных классов и так далее. Теперь переходим к последней теме электростатики – электроемкости энергии электрического поля. Мы начинаем с электроемкости уединенного проводника. И когда мы заряжаем уединенный проводник, его потенциал, естественно, увеличивается. И очевидно совершенно, что между изменением потенциала и изменением заряда будет прямая пропорциональность. Но это не совсем очевидно, это показывает эксперимент. Ну и так вот рассуждение мы тоже понимаем. И тогда дельта Ку прям пропорционально дельта У. С – это коэффициент пропорциональности, названный электроемкостью, которая имеет собственный физический смысл. То есть С будет определяться зарядом, который надо поместить на проводник, чтобы его потенциал изменился на один вольт. Фи для сферы уединенной будет равняться вот этой замечательной величине. Сравнивая с этим выражением, мы получаем, что С равняется 4Пиэпсилл на львой эпсилл нер. И вот сразу мы соображаем, что электроемкость не зависит ни от Ку и ни от Фи. Она будет определяться только радиусом сферы. Ну, единиц электроемкости фарад и так далее я написала через основные единицы С. Теперь электроемкость конденсатора. Самое интересное – конденсаторы. Почему они нам интересны? Потому что они у нас широко используются в электротехнике. И, кстати, в обожаемых детьми компьютерах. Потому что когда они нажимают на клавишу компьютера, они тем самым изменяют электроемкость. Этот сигнал передается, и тогда на экране появляется соответствующая буква. То есть конденсатор – это невероятно важная тема, именно потому что это широко используемое. Конденсатор, можно сказать, это прибор. Мы начинаем вроде с теории, а на самом деле переходим к приборам. Итак, что такое конденсатор? Конденсатор от слова «конденсировать», «собирать». Так вот, конденсатор собирает электрическое поле, его локализует в определенном объеме. Вот если мы говорим о плоском конденсаторе, то вот этот плоский конденсатор собирает поле здесь. Конечно, вы мне скажете, ну что за глупость, конечно, здесь тоже немножко поле есть. Но по сравнению, вот если у нас маленькое расстояние между пластинами, то в основном поле будет между пластинами конденсатора. И мы используя связь напряженности электрического поля с разностью потенциалов, я знаю, что напряженность электрического поля определяется в поверхностной плотности заряда зеленая на это величину, мы вводим выражение для электроемкости плоского конденсатора. И еще раз мы подчеркиваем тот факт, и это есть в учебниках, даже в которых не выводится выражение для электроемкости, что электроемкость плоского конденсатора зависит от площади пластин и от расстояния между ними. Ну, последовательное параллельное соединение конденсаторов, это во всех учебниках есть. И я хочу просто подчеркнуть, это очень важный факт, что подчеркивать основной признак последовательного соединения, даже когда соединение конденсаторов не очевидно, что признаком последовательного соединения является одинаковый заряд на всех пластинах конденсатора. Почему? Вот мы соединили три конденсатора и подключили к их источнику, сюда натек положительный заряд, сюда собрался согласно явлению электростатической индукции отрицательный заряд. По закону сохранения заряда эта пластина будет заряжена положительной, ну и так далее. То есть с признаком последовательного соединения, 25 раз одно и то, я говорю, это одинаковый заряд. Параллельное заряд, параллельное соединение конденсаторов. Вот формула для параллельного соединения конденсаторов. Здесь будут разные заряды, кстати сказать, на рисунке этого нет, надо у себя отметить. Что, естественно, в зависимости от электроемкости будут разные заряды, потому что эти разные заряды обеспечивают одинаковое напряжение или одинаковую разность потенциалов между пластинами конденсатора. Теперь вот очень важная тема, это энергия электрического поля. Вот если у нас есть плоский конденсатор с расстоянием между пластинами D1, так как, естественно, пластины заряжены разноименно, они притягиваются. И мы их раздвигаем, предположим, на некое расстояние дельта D. Тогда внешняя сила совершает положительную работу. Раз внешняя сила совершает положительную работу, то энергия увеличивается. Мы поднимаем камень, положительную работу совершает сила давления руки на камень, а сила тяжести совершает отрицательную работу, но потенциальная энергия камня увеличивается. Так же и здесь. Вот понимаете, интересно, мы не создаем механические модели. Я вот всегда думаю, почему эта механика везде внедряется. Потому что как только мы говорим о механической аналогии, детям становится все понятно. Поэтому, конечно, там, где можно, мы вообще какие-то поклонники механистических всяких аналогий, механистических моделей. Потому что понятно, что тогда легче объяснять. Итак, мы пишем работу этой силы. Работа этой силы будет равняться ку квадрат, деленное на 22, минус ку квадрат, деленное на 21. Работа будет равна работе электростатической силы, взятой с обратным знаком. Так как изменение потенциальной энергии будет равняться ку квадрат, деленное на 22, минус ку квадрат на 21. И тогда мы можем сказать, что энергия электрического поля конденсатора будет равна или ку квадрат, деленное на 2с, или с у квадрат пополам. Ну, вы мне скажете, ну как, мы же всегда говорим о какой-то разности. Очевидно, разумно предположить, что энергия электрического поля будет равна нулю, когда ку равну нулю, или когда у равно нулю. Ну, здесь очень важно, так как мы говорили, что поле не всегда однородное, а поле может быть неоднородное. И в неоднородном поле энергии, естественно, там больше, где больше густота как бы силовых линий, чем больше напряженность электрического поля. Там поле быстрее разгоняет заряды и так далее. И вот мне кажется, что полезно ввести понятие плотности электрического поля. И мы можем говорить, что энергия электрического поля равняется Су квадрат пополам, расписываем С, расписываем Е, как Е на Д. У нас получается Эпсилон нулевой Е, Е квадрат пополам на С на Д. И у нас получается Эпсилон нулевой Е, Эпсилон Е квадрат пополам, умноженное на объем. Это, конечно, все однородное в электрическом поле. Следовательно, плотность энергии электрического поля, это энергия, деленная на объем, это будет вот такое выражение. Оно нам с вами пригодится, когда мы будем рассматривать энергию, которую переносит электромагнитная волна. И если поле неоднородное, опять же, тут формально мы понимаем, почему у нас больше энергии там, где Е больше. Очевидно совершенно, что если Е зависит от Х, Y, Z, то и плотность зависит от Х, Y, Z. Но тут можно опять же говорить о аналогии с понятием введением плотности в механике. Плотность вещества, если мы можем говорить о плотности вещества, когда у нас однородное вещество, это масса, деленная на объем. Когда неоднородное, то тогда, очевидно, у нас будут плотности в разных точках, объемы разные. И мы говорим о средней плотности. Вот тут мы тоже можем говорить о средней плотности энергии электрического поля. Вот интересно, если у нас система проводников, вот система, например, точных зарядов, то у нас энергия системы точных зарядов будет равна вот этой величине. Очевидно совершенно, что если у нас есть два заряда, энергия взаимодействия двух зарядов будет равна вот этой величине, как Q1 на Q2, деленное на R. Но это выражение можно определить и по этой универсальной плотности формуле для подсчета энергии. Потому что у нас, если два заряда, то тогда у нас будет заряд 1, Q1 и Q2 на расстоянии R. Там, где находится заряд Q1, потенциал поля заряда Q2 равняется KQ2, деленное на R. По этой формуле это пополам. И если мы будем рассматривать заряд Q2, он находится в поле заряда Q1. У нас будет, соответственно, KQ1, Q2, деленное на 2R. И вот у нас с вами получается то же самое выражение, которое для нас очевидно. Если мы рассматриваем вот такое поле, поле четырех, предположим, зарядов, то у нас получается по той же самой схеме энергия электрического поля будет суммарно равна вот этой величине. Если у нас будет, например, 1,4 заряда положительные, а 2,3 заряда отрицательные, то в качестве упражнения можно дать детям, они посчитают энергию электрического поля, будет такая складненькая энергия электрического поля. Теперь самый интересный пример решения задач на редкоемкость. Естественно, делаем рисунок, определяем, где очевидные последовательные параллельные соединения. Если соединения не очевидны, то находим точки схемы, где потенциалы равны. И если потенциалы равны, то, естественно, если между этими точками включаем конденсатор, то он не собирает заряд. То есть этот конденсатор можно выкинуть или просто разъединить эти точки. И рисуем эквивалентную схему, рассчитываем, с эквивалентной, или с общей, как хотите, по разу можно. Ну вот такая чрезвычайно примитивная задача, но все равно как с нее логично начать. Вот у нас 4 конденсатора. С1 и С2 у нас будут, соответственно, 1 на 1 микрофарад. С3 будет 3 микрофарад. И С4 будет 2 микрофарад. И вся эта система конденсаторов подключена к разности потенциалов 140 вольт. Нам нужно найти заряд и напряжение на каждом конденсаторе. Это классическая задача. Тут очевидное соединение. Очевидно, что конденсаторы С2 и С3 соединены параллельно. И можно найти общую их электроюмкость. Она будет про стороны С2 плюс С3. И, соответственно, конденсаторы С1, эквивалентный конденсатор с электроюмкостью С2 и С4 будут включены последовательно. Мы применяем формулу для последовательности соединения конденсаторов и определяем С-эквивалентное. Теперь очевидно совершенно, что так как конденсаторы, вот эти 3 конденсатора, соединены последовательно, они собирают один и тот же заряд. И этот заряд будет равняться С-эквивалентное суммарное умноженное на О. Вот мы определяем С-эквивалентное по формуле и определяем вот этот заряд суммарный 8 на 10 минус 5 кулон. И теперь мы считаем разность потенциалов или напряжения на каждом из конденсаторов. Так как нам известен заряд и известна электроюмкость, то мы можем легко это сделать. Вот мы можем сказать, что У1 будет равняться Ку1 на С1, это 80 вольт. Ку4 будет равняться тому же, следовательно, на электроюмкости С4 будет 40 вольт. Потенциалы напряжения на конденсаторах 2 и 3 одинаковые. И мы можем с вами найти это напряжение, разделив Ку2,3, которое будет равно Ку1 и Ку4 на 1 и 2 на эквивалентную электроюмкость. Это будет 20 вольт. И оттенциалы находят заряд каждого из конденсаторов. Заряд будет определяться напряжением умноженным на электроюмкость. Вот эта задача несколько посложнее. Нам нужно определить эквивалентную электроюмкость в цепи, изображенной на рисунке. Электроюмкости всех конденсаторов одинаковые, равны С. Ну, здесь вот, если бы не оговорка, что все электроюмкости равны, то здесь нет очевидного соединения. Правда? Потому что вот эти вот между точками А и В есть еще один конденсатор. Но вот я хочу подчеркнуть, что вот когда мы находим электроюмкость эквивалентную сложность в цепи, мы всегда ищем симметрию. И вот здесь в силу того, что у нас полная симметрия, я могу сказать, что потенциалы точек А и В будут одинаковы. И мы можем поступить двумя способами. Мы можем просто соединить точки А и В. Вот такая эквивалентная схема. Тогда у нас конденсаторы С1 и С4, С2 и С3 сильны параллельно, а вот эти вот эквивалентные электроконденсаторы С1 и С2 и С2 последовательны. И тогда у нас будет, соответственно, вот их суммарная электроюмкость будет 2С, и вот у нас будет эквивалентная электроюмкость С пополам. И можем также сделать так, просто разъединить, убрать этот конденсатор С3, и у нас тогда получается С1 и С2 соединены последовательно, тогда суммарная электроюмкость С пополам, и тут тоже С пополам, эквивалентный электроюмкость будет С. Ну, так же, как и тут, у нас будет, соответственно, 2С и 2С, суммарная электроюмкость будет также С в том и в другом случае. То есть нам все равно соединяем мы или разъединяем. Вот такая задача. Определить электроюмкость системы конденсаторов, разодраженной на рисунке, если разность потенциалов подводится, то есть подводится напряжение к точкам АД и БД. Ну, давайте сначала АД. Тут четкая симметрия. Все конденсаторы одинаковые электроюмкости. Следовательно, потенциал точки БРН, потенциал точки Е. Отсюда мы получаем 2 последовательно соединенных конденсатора, 2 последовательно соединенных конденсатора, и они приснили параллельно к конденсатору С. Вот эквивалентная электроюмкость этих двух одинаковых конденсаторов С пополам. Этих С пополам. Значит, сумма это будет С, еще одно С, и у нас получается, что электроюмкость равняется двум С. Теперь, когда мы соединяем с точками А и Е. Очевидно совершенно, что соединения Б и Д будут в абсолютно равном положении, потому что точка Б подключена через два одинаковых конденсатора к точкам А и Е, и эта точка присоединена к одинаковым тоже, ну, в общем, они будут совершенно одинаковыми. И мы можем выкинуть, если А равняется ФИЕ, то мы можем выкинуть конденсатор С6. И мы переходим к прежней схеме. Два конденсатора стоим последовательно, две пары С пополам, и все они сидимы параллельно. Следуется, эквивалентный электроюмкость равна 2С. Вот такая задача. Казалось бы, не сложная. Вот система конденсаторов, опять же. И вот так интересно соединена. Вот понимаете, мы привыкли, мы пишем слева направо, и мы привыкли схему рассматривать слева направо. Но если мы будем рассматривать слева направо, мы не решим задачу. Надо начать рассматривать с той части схемы, где очевидно для нас соединение. Вот где у нас очевидное соединение? Очевидно-очевидно соединение вот этих двух конденсаторов. С6 и С7. Значит, их суммарная электроюмкость будет равна 2С, и уже мы дальше понимаем, что они к конденсатору С5 присоединены последовательно. Считаем эту электроюмкость, и вся эта компания С7, С6 и С5 параллельно подключена к С4. Считаем эту электроюмкость, и эту эквалидную электроюмкость от С4 до С7 последовательно будет подключена к С3. И считаем эту электроюмкость, дальше параллельно к С2, и дальше последовательно к С1. И очевидно, что С эквивалентная, не очевидно, но это все можно посчитать достаточно просто. Она будет равна очень некрасивой цифре, но она правильная, 13-21 С. Но вот это очень важно. Понимаете, очень важно. Потом я вам покажу присоединение сопротивления, такие цепочки сопротивлений, как вот там интересно считается все. Такая задача, тоже типичная. Это, кстати, задача с ЕГЭ. Конденсатор электроюмкостью 1 мкФ, заряженный до разности потенциалов такой-то, и отблизленный от источника, соединен параллельно с конденсатором электроюмкостью С2, заряженным до разности потенциалов 60 Вольт, определить заряд каждого из конденсаторов и разных потенциалов между откладками после их соединения. Если первое, соединяются откладки, имеющие обмененные заряды, и соединяются откладки, имеющие разные именные заряды. Ну, очевидно, по закону сохранения заряда, если мы соединяем откладки с одноименными зарядами, то суммарный заряд будет равен вот этой величине. Ку1 плюс Ку2, С1у1 плюс С2у2. И тогда у нас будет очевидно совершенно эквивалентная или общая электроюмкость при параллельном соединении равна сумме электроюмкости. И у нас получается напряжение на откладка конденсатора будет равняться 70 Вольтам. Ну и мы посчитаем тогда ку1 штрих, это будет С1у0 штрих и С2. Очевидно, так как электроюмкости у нас разные, то и заряды будут разные. В этом ничего удивительного нет. И если мы соединяем их разными именными обкладками, то опять же по закону сохранения заряда у нас будет суммарный заряд равен ку1 минус Ку2. Ну и тут также считаем напряжение между обкладками этих конденсаторов соединенных и определяем ку1,2 штрих и ку2 штрих. Ну и очевидно, у нас получается, что эти заряды будут меньше, что логично, да, чем эти, потому что у нас часть зарядов комбинсирована. И теперь вот очень интересные задачи на энергоэлектрическом поле. Вот у нас две формулы для определения энергии электрического поля. Одна формула через заряд конденсатора, а вторая формула через напряжение на обкладку конденсатора. Ну и в зависимости от условия задачи мы пользуемся той или другой формулой. И вот такая задача. Энергия плоского воздушного конденсатора такая-то. Определить энергию конденсатора после заполнения его диэлектриком с электрической проницаемостью равной 2. И в первом случае конденсатор отключен от источника питания. И в втором случае конденсатор подключен к источнику питания. Ну вот когда я формулирую эту задачу, я прошу, чтобы люди качественно, мои ученики, подумали, что там происходит с энергией. Если у нас конденсатор отключен от источника питания, то это значит, что заряд на нем остался тем же. Ему некуда утечь. Но поле конденсатора ослаблено, потому что произошла поляризация диэлектрика. Напряженность электрического поля уменьшается. Следовательно, у нас получается, что энергия электрического поля уменьшается. И вот мы показываем, что это действительно так. Мы пользуемся этой формулой, так как заряд остается прежним. Смотрим изменения электроемкости конденсатора, подставляем сюда, и мы получаем, что энергия конденсатора уменьшилась в эпсалон раз. Во втором случае, очевидно совершенно, что у нас есть источник. И разность потенциалов остается одной и той же. Разность потенциалов остается одной и той же, но у нас электроемкость уменьшается, увеличивается в эпсалон раз. Поэтому у нас получается, что естественно, энергия конденсатора будет увеличиваться, потому что благодаря источнику на пластина конденсатора натечет дополнительный заряд. Такая задача. Пластина плоского конденсатора подключена к источнику, а при изменении емкости энергии электрического поля конденсатора есть конденсатор наполовину заполнен диэлектриком. С диэлектрической пронизаемостью эпсалон равняется 2. Параметр конденсатора известен. Расстояние между пластинами и площадь пластин. Итак, у нас получается, что электромкостенсатор вот такая величина, потому что у нас конденсаторы как бы состоят из двух конденсаторов. Один целиком заполнен диэлектриком и второй наполовину воздушный. То есть у нас есть все признаки параллельного соединения конденсаторов. Признак параллельного соединения это одинаковое напряжение. Поэтому мы можем изобразить вот эти два конденсатора как два конденсатора, соединенные параллельно. Мы считаем электроемкости каждого из конденсаторов. С будет равняться С1 плюс С2. У нас будет суммарная электроемкость равняться вот этой величине. Изменение электроемкости мы можем определить. И мы видим, что это изменение положительная величина. следовательно, у нас изменение энергии электрического поля будет равняться дельта С на У квадрат пополам. Следовательно, энергия электрического поля тоже увеличивается. Увеличивается она за счет источника, который позволяет на пластина конденсатора натечь новые порции заряда. Следующее. Вот тоже очень хорошая задача. В плоский воздушный конденсатор вставлена металлическая пластина толщиной до ноль. Заряд на оплатах конденсатора КУМ. Конденсатор отключен от источника. Расстояние между пластинами именно Д. Так, площадь понятно. Определить изменение электроэнкосепонденсатора. То есть тот же самый вопрос. Энергия электрического поля если конденсатор не подключен к источнику. Мы знаем, что соловые линии электрического поля начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. Как только мы внесли пластину металлического начинается на ней разделение зарядов благодаря явлению электростатической индукции. На эту сторону пластины натекает отрицательный заряд. Здесь положительный заряд. Причем количество зарядов будет одинаково. То есть внутри пластины у нас поля не будет. Следовательно, у нас энергоэлектрического поля мы сразу можем сказать, что она будет уменьшаться, потому что в части объема поле исчезает. Ну и формально можем решить эту задачу. У нас получается два последовательно соединенных конденсатора, потому что есть основной признак последовательного соединения одинаковые заряды на пластинах. И мы можем сказать, чему равняется С эквивалентное. Вот это будет L1L2. И здесь будет сумма L1 плюс L2 равняется LD минус D0. У нас получается эквивалентная электроемкость. И мы видим, что эквивалентная электроемкость увеличилась, что очевидно, а энергия электрического поля уменьшилась, потому что один и тот же заряд остался, электроемкость увеличилась, следовательно, у нас энергия электрического поля уменьшилась. Ну, тут такая задача. Определить изменение заряда, проводящая сфера, радиусом, таким-то первоначально заряжена это потенциал довольно мощного 10 кВт. Если с течением времени она частично потеряла заряд, ее энергия уменьшилась на такую-то величину. Итак, очевидно совершенно, что энергия электрического поля сферы будет равна Сфи квадрат пополам. С равняется этой величине, как мы уже говорили. Изменение энергии электрического поля будет равняться С пополам Фи 2 квадрат минус Фи 1 квадрат. Очевидно совершенно, что так, как известно, изменение энергии мы можем определить Фи 2. И Фи 2 будет равняться вот этой величине. Раз мы нашли Фи 2, мы можем определить изменение заряда. Изменение заряда будет равно вот этой величине. Все. Значит, теперь я могу ответить на вопросы, если они есть. Нет вопросов? Ну, хоть бы один вопросик. Ну, задайте мне, пожалуйста, один вопрос. Я вас очень прошу. Можно даже будет. Я буду счастлива. Переваривай. Я хочу вам сказать следующее, что если вам кажется, что там что-то сложно, то вы мне, пожалуйста, сообщите это. Или в начале следующего вебинара, или я вконтакте. Пожалуйста, мне бы очень хотелось, чтобы какая-то у нас была обратная связь. Или вы мне напишите, ну, что вы там рассказываете за задачи, решения которых мы все знаем, и которые навесли у нас просто уже в зубах. Вот. Я очень хочу, чтобы вы меня покритиковали, чтобы вы мне сказали что-нибудь, что я что-то не так делаю, я буду улучшаться, изменяться, и так далее. Я вас очень-очень прошу. Я вас люблю. Я надеюсь, что я получу от вас какую-то критику. Вот, пожалуйста, критикуйте. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!